Всем привет! С вами AmwayE921 и в этом видео мы поговорим про любимицу многих, про немецкую премиумную ПТ-шку 7 уровня E25. Уже в который раз на канале миллион видео, но так получилось, что ее в патче 9.14 перевели в HD качество, и очень многие зрители моего канала просят, чтобы я на ней еще раз покатался, и на стримах часто просят, ну и как вот можно устоять. В итоге, что у нас изменилось с переводом в HD качество? Да ничего. Эта ПТ относится к прем танкам, у Wargaming в последнее время политика такая, типа повышенная лояльность игроков, мы прямо не нерфим. И она по-прежнему метелит все, что шевелится, а все, что не шевелится, как вы понимаете, толкает и метелит. Лично я считаю ее одним из самых имбалансных танков в игре, житья, от которых другим в рандоме просто нет. Ну это мое мнение, конечно, кому там оно интересно, господи, но об этом мы еще поговорим дальше. Прежде всего, что изменилось с переводом в HD? Ничего, только небольшую парочку моментов. Добавился 5-миллиметровый трак на борт, и дно теперь не 20 миллиметров, а 30, чтобы, наверное, те гномы, которые внутри сидят, чувствовали себя более уютно, чтобы они пол ногами в сапогах не продавливали. Но, как говорится, шо то, шо это, разницы никакой. По-прежнему эта ПТ достаточно картонная, однако маской кое-чего отбивала. Это и раньше, в принципе, было. Фишка не в броне, конечно, фишка в пушке, и эта пуха всеми любима. Во-первых, самая низкая альфа и самое низкое бронепробитие на уровне. И вроде бы такой, как грустно, но с другой стороны, самая лучшая точность на уровне, самое быстрое время сведения на уровне, это самая быстрая рука на Диком Западе, что называется. Самая маленькая перезарядка, всего 3 секунды на выстрел. Это без оборудования экипажа, вы понимаете. И самый высокий, просто страшнющий урон в минуту. 2 700, это без модулей, без всего. Он легко прокачивается до 3000, и этот урон в минуту, чтобы вы понимали, вот первый боевой момент, ну вот сам бой, в принципе, он не сильно долгим будет, как раз и про это. То есть нельзя так просто взять и выехать на Е25 на любом танке. Именно поэтому у меня часто от этого, ну не то что пригорает, мне как бы ничего уже не пригорает от игры, просто я понимаю, что насколько это неправильно. То есть игроки, играющие на пятых, на шестых уровнях, это непросто, сложно. У каждого там долгое сведение, ну так себе мобильность, брони там где-то нету. И выезжающий любой на Е25, просто раз, 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 и два там раза ей на 100 плюхнет, а она полностью, допустим, кого-то разбирает. Вот где есть нехорошо. Ну это со стороны, если смотреть на эту ПТ в прицел. А если ты смотришь в прицеле на других, то обычно этот танк общепризнанно считается одним из самых фановых в игре. Мало того, он еще и премиумный. Вдобавок в награду к своему низкому бронепробитию и маленькому разовому урону эта ПТ-шка удостоилась льготного уровня боев. Ее не кидает против девяток. И поэтому она в борт своими бесконечными, считай, ББХами пробивает просто все, что можно. Если какие-то вопросы, то есть подкалиберные, которые отбиваются. То есть на фулл-галде Е25 это не редкость, это танк, который не уходит сильно в минус. Если ты все свои подкалиберы в кого-то встраиваешь с уроном, то не беда, ты отфармливаешься. То есть тебе, а, весело, б, не накладно. То есть боль номер один всего рандома в том, что ты вот такой весь на каком-то там стоке, что-то там прокачиваешься, врывается тебе в корму Е25, и тебя там за 5 секунд, ну не за 5, а за 15, распиливает в дым. Вот ситуация, друзья. На меня поехал седьмой уровень. Средний танк. Как он стреляет, как он мансит, какой он молодец, он совершил прорыв, он осмелел, он играет в БТР. Но у меня Е25, у меня урон в минуту 3000, а у него там, дай бог памяти, может быть 1000 полторы или около того. Он просто не выдерживает, его просто в дым. А размеры? Вы думаете так просто взять и с американскими ОВНами попасть по Е25? Так-то ну так, а сделать, как ты брат, это в упор. А в упор у него шансов мало. Еще и средение плохое, еще я его толкаю. И вообще, у парней тупо не было шанса. Я вот их, как это называется, убивал и плакал. Вот тот самый случай. Это боль номер один рандома, да? ДПМ Е25. Боль номер два. У этой ПТ внезапно маскировка. Вы заметите, какого она размера маленького? Говорят, я не особо там историк и сам не знаю наверняка, но поговорю вот, что ее размеры в полтора раза не исторично, но должно быть гораздо больше. Но она вот такая вот блохая. То есть реально гномы, которые в ней там сидят, я не знаю как, там уже еще не только гномы, еще и двигатель, еще и там боеукладка и все остальное. Ну так вот, у этой ПТ, чтобы просто вот представьте, у нее маскировка. И не просто маскировка, это не просто слово. Это маскировка топ-3 в игре, включая все уровни, все классы. Опережают ее только масенькие там ПТшки второго уровня, которые так-то не видно в ангаре. Вот ты ее выберешь, там вроде бы, не знаю, какой-нибудь молот или фонарь, и то больше, чем эта ПТшка. А это на третьем месте. Стоячую ее никто не видит, едущую ее тоже никто не видит. Тут, правда, небольшая казнь случилась. Подъехал к союзнику, а его КВ-2 бахнул. Ну и меня заодно мало было ХП. Так вот, топ-3 в игре по маскировке. Вы думаете, это все? Нет, это ПТ топ-1 в игре после выстрела. То есть, нет ничего сложного. Встать в куст, улучшив еще свою маскировку. Ну да, правда, при выстреле маскировка куста обнуляется, все это знают, но тем не менее, неважно. Калибр типа маленький, и при стрельбе мы самый незаметный танк во время стрельбы, по сравнению со всеми вообще в игре, это самый, повторюсь, незаметный танк, который одновременно стреляет. Короче, стреляющий куст. Боль рандома номер 2. Боль рандома номер 3. У этой ПТшки, помимо всего суперкрутого, еще и суперкрутая подвижность. 26,5 лошадей на тонну. 65 максимальная скорость переднего, 20 заднего. То есть, мы что вперед быстро разгоняемся, уворачиваемся, влетаем, что назад успеваем все, что можно сделать. Эту ПТа невозможно зажать в угол, невозможно ее приставить к стенке. Когда она в клинче, вроде ты думаешь, а, легкая добыча, башни нет, я тебя закручу. Не тут-то было. Один американец в прошлом бою это сделать пытался, но я тупо заехал к нему в борт и раскидал его в этот борт, потому что у него на мой маленький силуэт не опускается орудие. ХП у этой ПТшки не 500, не 300, а целая маленькая кучка, которую танк с 5 или 6 или даже 7 уровня не убивает даже за 2 некоторые выстрела. Ну, самые, я имею в виду, крутые. Ну, не все, конечно. Но вы понимаете, то есть, пока нас разменивают, мы всегда выходим победителем, если мы ПВП играем с одноклассником. И все эти 3 уровня боли, пожалуй, были бы, наверное, не так чувствительны, не так заметны, если бы не случилась интересная оказия в прошлом. Многие из вас вспомнят, некоторые даже сама лично в этом деле принимали участие, это то, что однажды эту ПТ вывели из продажи, объявив об этом громко и так, ну, во всеуслышание, и все ее, понимая, что в последние часы покупки, бросились покупать. Потом случилось интересное решение от Wargaming, где уже после того, как эту ПТ официально перестали продавать, сорвав на этом некий куш, да, постпродаж, и на нее сделали марафон. При выполнении там всяких разных условий, очевидно, это было вызвано каким-то острым желанием концентрированно поднять онлайн, заставить игроков вернуться в игру прямо сейчас, чтобы красивые были где-то цифры, но тем самым, короче, этих ПТшек из плюсов стало в рандоме так много, да, то есть каждый желающий, который не купил, получал возможность получить ее бесплатно, заслужив. Конечно, все бросились качать, все бросились играть, и цифры онлайна реально взлетели. Но о негодовании тех, которые купили ее в постпродажный период, то есть когда уже сказано было, что все больше не будет, тоже можно понять. Они же пытатели деньги, а не время. Да и потом те, кто эту ПТшку заимел, то есть купил, а потом выполнил еще и марафон, не было компенсации в виде золота, то есть хотя бы какой-то там порог честности был бы, ничего не было, короче. Вот, и это еще один уровень боли. Ну и последний уровень боли после всего этого, после всех этих марафонов, да и после продаж этих ПТ действительно очень много в игре сейчас. Я не хочу сказать, что попадаешь в бой, где там 15 на 15, да, Е25. Конечно, такого не бывает никогда. Ну, может быть, раз там у кого-то на миллиард боев и случится, но чаще нет, конечно. Но тем не менее, в каждом бою. Один, два там танка бывает. От одной Е25 проблем не оберешься, а от двух поехать толком никуда не можешь. Допустим, ну вот представьте, вот этот парень на КВ-13, он тут на крепком среднем танке что-то танковал. Заехал я просто со скоростью фурии, ему в спину и всю эту спину ему расковырял. У него пушка назад не опускается. Он не знает, что делать и полностью прав. Он негодует. И я чувствую себя, опять же, убиваю и плачу. Короче говоря, поймите меня правильно. Ни в коем случае, даже близко, ни в одном глазу, я не хочу сказать, что танк этот плохой. Это один из лучших. Это один из тех танков, уверен, которые многих в этой игре держат. У тебя на аккаунте есть 25, зачем тебе остальные танки? Ты этим и этим и фармишь, и фанишься, и проказничаешь так, как никто. Как ни на каком другом танке не сможешь. Но с другой стороны, ведь на остальное-то этот танк влияет негативно. Скиловичок какой-нибудь умершляет. Просто все, до чего дотягивается на этом танке. И вот в этом, как бы, лично моя боль. То есть я переживаю за экосистему в целом, а не за один танк в конкретном в частности. Сейчас уже, конечно, эту ПТ-шку не продают. И, насколько мне известно, это не планируется. Основная шумиха по поводу этого марафона уже улеглась. И, насколько мне известно, Wargaming, ну, признали в какой-то мере, что это было не самое удачное решение. Однако, ничего не поделаешь. Я часто играю на средних уровнях и представляю, что такое Е-25. Это огромнейший кусок опасности, которого боишься больше, чем все остальное. Больше, чем артиллерию и так далее. И вот, что мне в ней не нравится. Ну, а все остальное в ней прекрасно. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Пока-пока.